Алисум скальный. Это низкорослый цветущий многолетник. Садоводы любят этот нежный цветок, зараннее пышное цветение и минимальные требования. Цветущий многолетник высотой до 30 сантиметров густо облеплен желтыми четырехлепестковыми цветками, собранными в кисти. Кустистое растение с полудревесневшими побегами распускается ранней весной. У Алисума скального опушенные тонкие листочки сизовато-серого оттенка. Нежный аромат растения привлекателен для пчел. Для посадки Алисума скального нужно выбрать место, освещаемое большую часть дня. В южных регионах возможна высадка цветочной культуры в полутени. В природе скальный Алисум произрастает на горных склонах. Поэтому, этот вид можно поместить на каменистую почву, прогреваемую солнцем. К составу грунта Алисум скальных особенных требований не предъявляет. Но длительного пышного цветения можно добиться только на рыхлых плодородных почвах. Алисум скальный позволяет создавать красивые цветочные композиции. Лучше всего себя зарекомендовали такие сорта бурачка, как золотые россыпи, золотая волна. Герань крупнокорневичная. Крупнокорневичная герань – многолетнее растение. Отличительная черта этой герани – крупное корневище, достигающее полтора сантиметра в диаметре. Листья от него отходят на расстояние до 20 сантиметров. Высота растения – около полуметра. Цвести кусты начинают с конца мая. Период цветения составляет около 30 дней. Соцветия имеют разные оттенки. От бледно-розового до пурпурно-красного. Диаметр цветков – 3 сантиметра. Листья ярко-зеленые широкие, обладают заметным ароматом, разделены на 5-7 частей, края зубчатые. В осеннюю пору приобретают нарядный окрас. Крупнокорневичную герань используют в альпинарии, где она разрастается вокруг камней. Герань крупнокорневичная благоухает приятным, с нотками свежести югом-ускусным запахом. Данным свойством растения оберегает себя и соседнюю флору по садовому участку от различных заболеваний и вредителей. Цветок не нужно укрывать на зимний период, он хорошо переносит холод. Практически все, что требуется по уходу за растением, это вовремя его поливать. Живучка ползучая. Это живучий и ползучий корневищный почвопокровный многолетник с темно-зелеными листочками, синими соцветиями, свечками и стелющимися, легко укореняющимися побегами. Расти будет везде, быстро покрывая и декорируя открытые участки почвы, превращая их в плотный ковер. Может обитать даже на склонах. Есть живучка с белыми и розовыми цветами. Во время цветения, которое длится с мая по июнь, их количество может быть насколько велико, что за ними практически не видно ни земли, ни листьев. Самые красивые растения получаются при выращивании в тени или полутени. Культура очень агрессивна. За пару сезонов способна из одного кустика занять площадь в несколько соток. Но темп роста и распространение культуры существенно замедляются при отсутствии влаги в верхнем слое почве. Поэтому для того, чтобы получить более-менее приемлемый газон, культуру следует регулярно поливать, так как глубина расположения корней у культуры не превышает 30 сантиметров. Иберис вечно-зеленый. По виду это небольшой разветвленный шаровидный куст высотой 20-50 сантиметров. Листья кожистые, продолговатые, раздельно перистые или простые, блестящие и вечно зеленые. Цветки мелкие, белые. Распускаются в апреле-мая. Окраска цветов зависит от сорта полукустарника, бывает розового, лилового, белого, сиреневого, красного оттенков. Соцветия очень душистые, что придает садовому участку свежесть воздуха и особый аромат. Цветение диаметра одного кустика ибериса, 80-100 сантиметров. Растет до 10 лет на одном месте. Иберис мало требователен к питательности почвы, но укореняется и цветет лучше на каменистых, песчаных, суглинистых грунтах. Иберис, растение, которое зимует с листвой и просыпается весной уже с листиками. Иберис упирается в своем росте на стержневой корень, из-за чего его сложно пересаживать. Колокольчик портеншлага. Колокольчик портеншлага, это многолетняя культура с листами в виде сердца, а также с зубчатым типом краев. Цветет пурпурно-голубыми соцветиями. Относится к карликовым травянистым растениям. Может быть представлен травянистым однолетником, а также вечно зеленым многолетником. Листва последнего вида культуры способны зимовать под снежным покровом. Невысокая культура может достичь высоту не более чем до 20 сантиметров. При разрастании компанулы можно наблюдать, как на поверхности земли образуется красивое зеленое покрытие, имеющее округлые листочки. При благоприятных условиях произрастания карликовый представитель флора способен вырасти до 50 сантиметров. Стебель колокольчика портеншлага имеет желтовато-зеленый окрас, обычно он стелется по земляной поверхности или немного приподнимается над ней. Стебель, как правило, голый, только в некоторых случаях он может быть покрыт редкой белой опушкой. Прекрасно растет и развивается на легкой почве и суглинках. Если грунт тяжелый, то его можно разбавить при помощи песка, перегноя. В бедный субстрат стоит добавить удобрение или дерновую землю. Благодаря хорошей зимостойкости не требует укрытия на зиму. Сеять можно под зиму. Абриета дельтовидная. Это низкий многолетник, образующий широкие, плотные, толстые ковры высотой 4-7 сантиметров. Листья растения матово-зеленые, зубчатые, опушенные. Маленькие розово-фиолетовые цветки собраны в короткие грозди. Цветет обильно с апреля по июнь. Выращивается, как декоративное растение. Используется для посадки на альпинариях, вдоль стен, на робатках. Выглядит особенно эффектно, когда побеги свисают с валунов или стен. Для выращивания данного вида достаточно среднеплодородной почвы. Она должна быть умеренно влажной, хорошо дренированной и щелочной. Кустики требуют солнечного положения. Вид устойчив к морозу, но часто его побеги повреждаются холодными ветрами и солнцем. Лучше укрывать его ветками хвойных на зиму. Размножается из черенков или делением. Резуха кавказская. Эта культура широко используется в саду, потому что имеет хорошие декоративные качества. Арабис прекрасно выглядит пышным покрывалом и красиво может заполнить пустоты, сочетаясь с различными яркими цветами, создавая интересную композицию. Резуха является неприхотливым растением, за ней можно почти и не ухаживать. Резуха кавказская представляет собой травянистый многолетний куст, который в высоту достигает 20-25 сантиметров. Ярко-зеленые листовые пластины мелковатые, продолговатой формы с зубчатыми краями и густым опушением. Махровые цветочки белого окраса собираются в соцветия кистевидной формы, длина которых составляет 8 сантиметров, а диаметр – полтора. Процесс цветения наступает в конце мая, начале лета и продлевается примерно месяц. Если резуху не поливать, не подкармливать и посадить на скудную почву, то будьте уверены, что она вырастет. Необходимо выкроить немного времени, чтобы она радовала вас своим замечательным цветением. Однако надо учесть, в каких условиях он хорошо себя чувствует. Арабис является светолюбивым растением, ему нужны незатененные места. Можно высаживать на открытом участке в садах, чтобы он получал много солнца. В плане грунта резуха неприхотлива. Можно использовать рыхлые и сухие земляные смеси, чтобы ее посадить. Но в случае бедной почвы необходимо вносить органические либо минеральные удобрения. В случае плотной земли нужно вносить немного песка. Солнцецвет опенинский. Растение солнцецвет, еще именуемое гиллиантимум, нежник, либо каменный цветок, является представителем семейства ладониковые. Названия такого рода связывают с особенностью солнцвета, его эффектные цветки раскрываются с восходом солнца, однако примерно в полдень они уже осыпаются. Это холодоустойчивый полукустарниковый многолетник, и на зимовку укрывать его не нужно. Высота куста от 20 до 25 сантиметров. Его украшают ланцетные листовые пластины, на изнаночной поверхности которых есть опушение. Во время цветения формируются кисти, состоящие из розоватых цветков, в поперечнике достигающих до двух сантиметров. Уже само название растения говорит о том, что оно предпочитает открытое солнечное место, при этом оно должно быть защищено от сильных порывов ветра, сквозняка. Подходящий грунт для солнца цвета, щелочной или нейтральный. В его состав обязательно должны входить песок или мелкий щебень, который будет выполнять функцию дренажа. Флокс шаловидный. Вырастая высотой до 15-20 сантиметров, растения создают зеленый плотный покров с цветками малиновых, пурпурных, красных, белых или розовых оттенков. В первый раз зацветают флоксы в начале мая, и радуют дачников до конца июня. Второй раз они начинают цвести в сентябре. Эти почвопокровники подходят для солнечных мест и любят минеральные рыхлые почвы. Посаженные на одной клумбе несколько сортов флокса будут очень красиво смотреться и продолжительно цвести. Это чрезвычайно неприхотливое растение любит сухие почвы и боится переувлажнения. При его высадке грунт нужно смешать с доломитовой мукой и песком. Флоксы являются универсальными цветами, которые высаживать можно практически на любые виды клумб. Растения шикарно будут смотреться вместо травяного газона, вдоль садовой дорожки, в Рокарии и на Альпийской горке. На клумбах их лучше сочетать с неяркими альпийскими растениями и декоративно-лиственными многолетниками. Ясколка Биберштейна. Ясколка Биберштейна – почвопокровный многолетник, который не требователен к уходу и условиям выращивания. Отличительной особенностью этого вида культуры является ускоренный рост и длительное цветение. Ясколка Биберштейна растет в виде плотного коврового покрытия. Стебли тонкие, стелющиеся, длиной около 15-20 сантиметров. Цветоносы крепкие, приподнимающиеся над грунтом во время цветения. Листочки мелкие, продолговатые, серебристо-зеленого цвета опушенные. Цветочки нежно-белые, с золотистой сердцевиной маленькие, до двух сантиметров в диаметре, растут небольшими плотными полузонтичными соцветиями. Многолетник предпочитает участки с максимумом солнца, которые ничто не затеняет весь день. В полутени цвет листьев ослабевает, становится зеленовато-серым, из-за более слабого опушения, растение не так обильно цветет. За исключением болотных почв, этот вид растет практически везде. Самые красивые экземпляры будут на хорошо дренированных, умеренно влажных теплых почвах. Хотя это совершенно устойчивый к засухе многолетник, на сухих почвах он быстро прекращает цветение. Друзья, мне очень важно знать ваше мнение о видео. Просьба, пишите хотя бы несколько слов в комментариях о нем. Благодарю за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok